С 12 января по 22 февраля на Кубани проходит региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. В нем принимают участие почти 5000 учащихся Кубани. Наш район стал одним из 10 зональных центров проведения Олимпиады, в котором свои знания по 21 предмету проверяют старшеклассники. На состязаниях по русскому языку побывали и мы. Пока перед началом Олимпиады администраторы регистрировали школьников, нашей съемочной группе удалось пообщаться со славянскими умниками и умницами. Кстати, их в региональном этапе Олимпиады участвует свыше 80 по различным предметам. Тех, кто выбрал русский язык, всего пять. Среди них – десятиклассница 17-й школы Елизавета Стрелкова. Она неоднократно участвовала в различных интеллектуальных конкурсах. Само собой, за один день не подготовишься. Даже если очень захотеть, если даже ночь впереди, то все равно подготовиться не получится. Это знания, которые накапливаются с самого первого класса. Время 8.50. В фойе филиала Кубанского университета собрались победители муниципальных этапов Олимпиады из Абинского, Красноармейского, Крымского, Славинского, Темрюкского районов. Всероссийская Олимпиада – одно из главных событий для этих ребят, да и в целом для всех ее участников – кубанских школьников с высокой успеваемостью. Ведь на Олимпиаде можно заработать дополнительные баллы к поступлению, которые засчитываются во всех вузах страны. Желаю, чтобы сегодня вам удача тоже сопутствовала, и чтобы была у вас возможность, получив интересные, уверенно, интересные задания, проявить свои способности наилучшим образом и обязательно стать призером. К слову, об олимпиадных заданиях. Открытые вопросы, творческие задания или тесты, из каких блоков состоят испытания для школьников, остается только догадываться. Все строго секретно. Задания олимпиадные поступили в запечатанных конвертах, и о содержании заданий мы сможем сказать только по прошествии Олимпиады. По правилам Олимпиады ребят ждал четырехчасовой мозговой штурм. Девятиклассница из Темрюкского района Эльвина Адамай признается, что задания попадаются сложнее, чем они проходят по школьной программе. Так как Эльвина заядла участник различных олимпиад, в том числе и по русскому языку, она проанализировала задания, рассказала, что попадается чаще всего. В каждой олимпиаде я встречала в конце задания есть с древнерусским текстом. То есть последний раз это было про полка Игоря. В этот раз был просто текст, набор предложений. И, естественно, ребенок должен перевести на русский и какие-то составить задания, выполнить и так далее по этому же тексту. Пока об итогах говорить рано. Подводить их будут до конца января. Самые сильные участники весной представят Кубань на заключительном этапе Олимпиады в Москве. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа События.